всем привет всем добрый вечер мамочка тоже на заднем фоне добрый вечер мама добрый вечер хвастаюсь я не я мы к нам сейчас приедут гости уже практически на пороге осталось еще полчаса вот за эти последние полчаса встречать гостей будем по-украински салом чесночком тахрину с окрошечкой мама что у нас еще есть перчик фаршированный для дорогих гостей так перчик что у нас еще мама я скажу так сама конечно это основное если сегодня получится то я еще поеду в город гостер если вдруг кто-то завтра придумает приехать в гостер я буду в гостере завтра только вечером поэтому она потому что у меня завтра взрослые записи термины поэтому я к сожалению в гостере буду завтра только вечером вечером во вторник я буду работать целый день а со среди уже начнем как и раньше потому что начинается школа детский сад поэтому там уже я буду работать опять до 14 вы знаете я бы с радостью работала там 24 часа в сутки ну вот как-то как-то не получается так мамочек там что-то уже мешает а у меня такой вопрос вот эту вот штуку с хренчиком может она отдельно на другую пылочку не, ну это же хренчик как бы когда-то было на одном это же хренчик с этим это же хренчик с мясом, но у нас же тут сало мне не подерутся они не подерутся я думаю что у вас все таки как-то отдельно сейчас в гости еще родственники придут да мамка все родственники придут придут, придут, придут отлично подумай уже конец сентября господи августа уже скорость сентября как-то странно правда приговорим последний помидор там еще есть я почему говорю приговорим потому что я сейчас из него буду делать розочку я думала честно говоря что я сегодня немножко раньше попаду в господь а потом планы изменились ой мочу у меня розочка это рассыпается а на гости спешат сейчас направлю вот смотрите красиво главное чтобы генерал одобрил а генерал одобрил наверное да еще это изделие есть есть у меня тоже есть и у меня есть вот пара каких-то немножко какой-то салат да так мамуль открываем филиал открываем филиал пузатой хаты в германии или берем франшизу на балова нагада мне кажется что это мне точно разрешат есть же такое правда я не знала я не знала когда я поехала то мне она сказала что есть балова нагада национальная кухня вот этот красивый листик этот положим сюда класс класс так мне кажется так мне кажется даже еще красивее как дедушка говорил сало я к сало да что его пробовать сало я к сало что его пробовать как генералу я наверное не буду сюда добавлять потому что Марсель звонит Марсель звонит тетя делает видео поэтому ведем себя хорошо пока тетя видео делает по крайней мере пока она это видео делает так сало есть так я могу только одобрять больше помогать не могу я могу не делаю мама попробовать могу мама когда гости приходят она всегда так делает да мамочка мы давно ничего не готовили на ютубе ни пирожков ни борща никак не знаю кто хочет еще на ютубе повторить мне не с руки мама цвеется ей не с руки у нее просто рука ее еще после операции еще не ну как барабан этот уже сняли то есть она уже ходит без него но так и ходит с ним вот так с этой рукой поэтому это конечно черная шутка мне не с руки я так хотела с ней побыстрее этот барабан и сняли этот барабан теперь без барабана неудобно теперь без барабана неудобно да как то так у нас сегодня так жарко было просто как в Африке. В общем, я сегодня, если получится, обязательно вечером поеду в город Гослав, сделаю еще, ну, если получится, нужно будет спросить у родственников, которые ко мне в гости приезжают, может быть, я проведу для них экскурсию, заодно покажу вам что-то интересное в Гославе, хотя мне кажется, вчера я уже переставодила на экскурсию, потому что понедельник будет весь в разъездах. Вообще, скажу вам честно, я бы сделала сейчас, вот сейчас, когда я занимаюсь такими домашними бытовыми делами, я бы сделала с радостью прямой эфир, но так как у меня сейчас трое племянников находятся в доме, и самой младшей племяннице 7 месяцев, никогда не знаешь, какой сюрприз там будет, тогда как-то вот, когда маленькие дети в доме, прямой эфир, как-то честно вам скажу, не знаю, как-то меня это пугает, не могу я так расслабиться, в магазине это другое дело, мы, наверное, будем делать так, что каждую пятницу, например, будет в магазине прямой эфир, наверное, как-то так. Упс, куда убегаешь? Я говорю же, наверное, кто-то спешит. Вот там бабушка уже песни поёт, скоро придут родственники, у нас, кстати, на выходных всегда мы собираемся, как это говорили, в Германии, гешвисты, гешвисты, это братья-сёстры, вот у нас каждые выходные мы себе сделали просто такую традицию, что либо в пятницу, либо... Я извиняюсь, бабушка песня поёт колыбельную, а не к празднику уже. К какому празднику, мамочка? Не гостям, не гостевые песни бабушка поёт, а колыбельная. А она спать не хочет, да? Ну, потому что она пришла в гости, она в чужой обстановке, малышка, самая маленькая наша, она в чужой обстановке, ей интересно просто в гостях, и всё, не хочет она спать. Правильно, Лея, не спи, будешь дома спать. Что, так у тёти скучно, чтобы тут спать, что ли? Я говорю, мама, я бы сделала с радостью прямой эфир, но я не знаю, какие песни будет петь наша ясельная группа. Я вам скажу так, я, наверное, и вот просто обдумывая, вы пишите в комментариях, как вам такая идея. Я хотела бы, наверное, каждую пятницу делать прямые эфиры. Тогда, по крайней мере, бы люди знали, когда на самом деле прямой эфир, как это говорят немцы, штат Финд, начнётся. Пишите, как вам такая идея, каждый вечер пятница. Если это всем подходит, то тогда будем делать каждый вечер пятница эфира. Потому что прошлый, последний прямой эфир, там были технические проблемы, и по техническим проблемам не смогла в конце эфира открыть чашку, но у нас был один победитель. В чашке был розовый кварц. А мне кажется, если это делать систематически, то так, наверное, было бы проще и вам, и мне. И мы бы знали, что каждую пятницу у нас прямой эфир. Мамуль, как такая идея? Потому что, мне кажется, мы так редко эфиры стали делать. Будем вас обновлять. Так, это уже гости? Я думаю, да. Всё. Летим встречать. Пока, до скорого.